Утром первому, мы на месте. Тринанс, заработал, вручили львоту, сколы, вылезли. Не запринято, уезжаем. В микрорайоне Шумсити в результате крупного ДТП сгорел автомобиль. По данным полиции, водитель Мерседес-Бенц, двигаясь по второй полосе, выехал на Малтинскую трассу и совершил столкновение с Toyota Camry и Opel Vectra. Трое водителей и четверо пассажиров заставлены с травмами в больницу. Погибших нет, Мерседес-Бенц сгорел полностью. Двумы остальным авто нанесен материальный ущерб. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Собранные материалы будут направлены в суд. 1619 водителей лишены прав в Шенкенте. Искусственный интеллект позволяет выявлять нарушителей в режиме реального времени. В поле зрения камер видеонаблюдения попали автомобили с подложными государственными регистрационными номерами, не прошедшие технические осмотры, без страхового полиса, разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостных нарушителей правил дорожного движения, задолженностями по штрафам и совершившие несколько нарушений. Сотрудник полиции, получив информацию об опасном водителе, с помощью Хургаус может принять предупредительные меры до совершения непоправимого. За год функционирования системы в мегаполисе выявлено 97 поддельных госномеров. 1619 человек лишены водительских прав за грубые нарушения правил дорожного движения. 7944 машины-нарушители водворены на штрафстоянке и съято 114 государственных номерных знаков. С начала года один из местных жителей 69 раз нарушил правила дорожного движения. Его задолженность по неоплаченным штрафам составила 2,5 миллиона тенге. Сейчас автомобиль находится на штрафстоянке. В целом дорожно-транспортные происшествия в Шемкенте снизились на 16%, травмированных на 23%. Четыре жители Трукестанской области ограбили супружескую пару в Шемкенте. Подозреваемых задержали. В полицию поступило заявление о грабеже. Женщина сообщила, что четверо неизвестных в ночное время избили и ограбили их с мужем, когда они возвращались домой. У потерпевшей злоумышленники отобрали сумку, в которой были деньги и смартфон. Учерд составил почти 350 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье «Грабеж» и проверили запись камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления. С помощью них вышли на след подозреваемых. В течение двух дней двоих подозреваемых задержали на территории крытого рынка города. Еще двоих на территории Ордобасинского района Туркестанской области. Все они оказались жителями Туркестанской области. Награбленное возвращено законным владельцам. Полицейские Туркестанской области изъяли наркотики и уприверженцы деструктивного религиозного течения. В доме жителей Шардаринского района нашли 9 культивированных кустов, похожих на наркосодержащие растения. Также оперативники изъяли при обыске наркотические вещества, найденные в банке и в полиэтиленовом пакете. Данный факт полицейские зарегистрировали по статьям «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта, и незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Согласно заключению экспертизы, изъятые наркотические вещества оказались марихуаной. Проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства. Еще один житель Шардаринского района выращивал у себя дома наркотики. Во время обыска по месту жительства стражи порядка обнаружили во дворе пенсионера 1479 кустов. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Согласно заключению, наркосодержащие кусты оказались кокнаром. По данному факту, полицейскими проводится досудебное расследование.